Действительно, мне кажется, разработчики создали имбу, которая не фиксится вообще ни в каком виде. В данном видеоролике проходит конкурс на целых 60 ультраконтейнеров, которые ты можешь забрать деньгами, если контейнеры тебе не нужны. И для участия нужно поставить в настройках своего аккаунта тег создателя контента Vider, а также лайк данному видеоролику, подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, и написать комментарий со своим ником и словом участвую. И все. Итоги будут проведены на моем стриме. Стримы, кстати, проходят каждый день в 18 по МСК. Подробная информация про конкурс в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами Vider. И сегодня мы остаемся записывать мой ролик по тесту вооружений, который вроде как должны пофиксить. Типа Теслу и Паладин должны у нас прям подунизить, чтобы они прям стали максимально, ну, более-менее играбельными. Короче, мы это все будем с вами тестировать сегодня, посмотрим, насколько это правда и произошло ли так, что они действительно стали говном. Вот, но опять же, перед этим, ребята, я привкушаю ваши комментарии по поводу дропа. На самом-таки деле, вам, наверное, не этот ролик важен, но, тем не менее, посмотрите его. Короче, по поводу дропа, который вам падает в Танк Онлайн с контейнера. Есть одно очень интересное занятие делом. Мы решили с одним из подписчиков, Владосом Зориным, собрать статистику и мнение игроков, какое же у вас сложилось оно от обновления и, соответственно, скриншотики со своим дропом. Опять же, ребят, смотрите, какая тема. Ну, во-первых, присылайте все максимально конструктивно написано, описывая. Вот, старайтесь избегать всяких матов и т.д. и т.п., потому что матные сообщения я, к сожалению, не смогу показать в самом ролике, потому что Ютуб за такое, соответственно, делал этот чап. Поэтому более-менее там грамотно выражаемся. Вот, и как это все дело скинуть? Есть у нас на сервере, вот ссылочка на него будет в описании. Можете прям в чатик скидывать, можете скидывать молодому человеку с именем и фамилией Владос Зорин. На него нажимаете, здесь, соответственно, пишите ему привет, привет, вот мои скины и вот мое, соответственно, мнение. Если не знаете, как это сделать, можете просто в чатик это вот сюда отправить, типа, это Владу. Это Владу, прикладывайте скриншотики и пишите мнение, в общем-то, об обновлении. Вот, а мы это все дело, ребята, будем уже в дальнейшем собирать, соответственно, и сделаем через пару деньков, я так думаю, отдельный видеоролик с мнением от игроков, потому что, ну, это жесть. Я по-другому и не могу это никак абсолютно назвать, потому что мне это не нравится. Я вообще не в восторге от всего этого дела. Вот, поэтому будем, как говорится, с вами что-то с этим делать сами. Ну, а сейчас переходим уже к тесту вот этого пресловутого сочетания. Пресловутого сочетания плюс устройства, которые должны были у нас тоже пофиксить, плюс, соответственно, овердрайв, которые должны были пофиксить. Вот, почему я играю именно на этом мелком аккаунте, потому что я уже отыграл на своем основном аккаунте на Легенде. И, ну, блин, ну, я фиг его знает. Я там отыграл на другом устройстве, это все было в прошлом видеоролике. И, как вы, наверное, понимаете, там я занял беспроблемно первое место. Сейчас же мы, ребят, с вами будем тестировать как раз-таки вот это сочетание на этих диапазончиках. Диапазончикы у нас без легенд, это очень важно, потому что на своем основном аккаунте я уже, соответственно, играл с легендами. И там у меня беспроблемно получилось занять первое место. Я прям не парился от слова совсем. Здесь же у меня тоже плюс-минус такая же байда, такая же тема. Я у нас катаюсь, не парюсь, и, в общем-то, все у нас получается достаточно клево, эффективно. И как Тесла у нас была имбой, так вроде бы она у нас и осталась. Вот, короче, на своем основном аккаунте, на Легенде, я для себя заметил чисто такую фишку, что вот с Теслой особо, по-моему, и с этими устройствами ничего не сделали. Вроде как там что-то вроде пытаются им замутить, что-то какую-то там перезарядки вводят. Но, если честно, я, по крайней мере, вот этой штуки вообще на себе не ощущаю. То есть, как она была для меня имбой, так она для меня имбой и осталась. То есть, Тесла. Я думал, я ее вот просто сниму и не буду на ней играть, потому что, ну, устройство пофиксили, она стала говном. Нет! Оно такая же эффективная, такая же эффективная и остается и по сей, соответственно, день и по сей час. Поэтому в этом плане изменений у нас не произошло от слова совсем. Ну, по крайней мере, по ощущениям, ребята. Я, опять же, не супер-мега-игрок на Тесле. Я там у нас играл буквально 5 деньков. И вот за 5 дней, что я играю на этой Тесле, таких, знаете, прям жестких изменений я лично для себя не нашел. От слова совсем. Вот. Плюсом ко всему, зато есть у нас изменения, связанные с паладинчиком. Вроде бы вот Overdrive уже стал, не знаете, ну, не такой уж крутой, который был до этого. Вот. Потому что, ну, по крайней мере, я не знаю, как в этой битве у нас будет, но у меня в прошлой катке как-то он, такое ощущение, как будто дольше перезаряжался или что-то в этом духе. Вот что-то какие-то, знаете, такие моменты, такие аспекты, которые меня прям очень сильно раздражали и очень сильно бесили. Прям вот перезарядочка была прям, ну, как будто увеличенная. А, вот, еще такая тема. Вроде как у нас теперь эта вся штука не должна работать от критов. То есть, если я у нас заюзаю себе Оверку и буду вот таким вот образом пытаться заторканить у нас чуваков, в принципе, криты должны по мне вроде как все равно проходить. Но они что-то у нас, по-моему, не проходят. Или мне так кажется. Или просто у чувака у нас не очень крутая модификация у Теслы. Что он меня, так, знаете, понемножечку, потихонечку дамажит. Ага, я понимаю. А почему я сейчас на вот этого чувака не накладывал станы свои эффекты? Ну, короче. По поводу Теслы, по-моему, вообще ничего не поменялось. Блин, опять у меня здесь кошка посидела, что ли? Весь нож чешется. Кошак, блин, кот такой. На столе у меня чилить сидит, а потом я у нас страдаю из-за этого. Вот, по поводу Теслы. Тесла, лично, опять же, мое мнение, ну, не поменялось. Она, может, там, конечно, есть, знаете, такие пару негативных моментов. Где-то там дольше перезаряжается, где-то там меньше что-то делает. Но, по-моему, как она была у нас имбой, так она у нас имбой и осталась. То есть Тесла в этом плане вообще нормально, все четко. Ей у нас ничегошеньки и нифигашеньки не делал. Что-то там разработчики хотели замутить. Вот она у нас задумывалась, как пушка дальнего боя с этим устройством. Типа, игроки начали ее использовать как пушку ближнего боя. Я не знаю почему, но, по-моему, я сейчас, опять же, использую Теслу как пушку ближнего боя. Вот, потому что я у нас в большинстве случаев как раз-таки у чувака накладываю пробитие. И потом как раз-таки этого чувака доедаю. В общем-то и все. Ничего больше сверхъестественного у меня не происходит. Типа я стрельнул, наложил на него пробитие. Все, катаюсь, все нормально, все четко. Блин, ну не знаю, короче. Что-то разработчики у нас хотели там подубить. Это сочетание, но, по-моему, оно у нас неубиваемое. Это, знаете, тот самый случай, когда, по-моему, разработчики создали такую имбу. Накрутили, навыпускали таких, соответственно, устройств, которые работают просто с идеальной вариацией. Никто ничего не может сделать, соответственно, чуваку на этом сочетании. И, по-моему, это прям самое оно, самое то. Потому что, ну, блин, я сейчас катаюсь, допустим, вот этого мамонта. Мы с вами заколбасили без проблем. О, не без проблем заколбасили. Не, не без проблем заколбасили. Так, оверку я заюзал. Давайте оверку тестируем. Подлечили, соответственно, своего чувачка. Наложили всякие статус-эффекты. Говорю, статус-эффекты наложили, подавление, разрушение. Куда ты от меня убегаешь, а? Гад такой. Давай тебе еще тоже наложим всякие статус-эффектики. И тебе тоже наложим всякие статус-эффектики. Будем всем негативные статус-эффекты накладывать, чтобы, как говорится, я уношил. Так, чувак на Джиггернауте. Я, конечно, все понимаю, но я тут тестирую сочетание, как бы. Не лезь давай ко мне. Я для тебя особо не лезу, потому что на Джиггернауте диксировать эту всю штуку, это глупо, по-моему. Но окей, раз ты хочешь немножко поразбираться, немножко повыпендриваться, давай мы тебя тоже, как говорится, немножечко поушатываем. Но, по-моему, это немного не то сочетание, на котором мне нужно убивать Джиггернаута. Можно надеть какого-нибудь там викинга и с викингом уже позабавиться прямо от души. Но окей, если чувачак у нас прям так хочет, я его надамажил и зитка его добрала. Все. А нечего выпендриваться было, просто нечего было выпендриваться. Мне вот этот чел вообще не нужен был, от слова совсем. Я у нас тестировал краткие сочетания. Короче, вот опять же, если складывать свои все мнения за и против, допустим, как эта вся штука у нас повлияла на большие диапазоны, на легенды. Все это есть у нас, весь тест, соответственно, в прошлом ролике на канале, где я у нас высказывался и открывал контейнеры. Можете там посмотреть, как я там у нас отыграл на легенде. В принципе, беспроблемно, также на этом сочетании занял первое место. Никто ничего мне не сделал. По поводу сочетания на вот этих диапазонах, на мелких званиях... Да блин, по-моему, тоже особо ничего не поменялось. Ну, это серьезно. Прям, прям, прям вот совсем. Типа, просто мне кажется, чтобы как-то хоть немножечко раздамажить и немножечко как-то, знаете, отрегулировать как раз-таки вот Теслу, ей прям что-то вот нужно, по-моему, сделать с уроном. Вот если у нее урончик будет поменьше, хотя вроде бы с этим устройством и сделали урон поменьше, потому что мы заменения как раз-таки были связаны и с уроном тоже. То есть, перезарядочка, урон, все вроде как пофиксили, все сделали поменьше, ну нет, нифига, эта штука у нас в итоге вот таким-то образом не работает. Типа, я у нас подъезжаю, подхожу, как я у нас до этого ваншотил чуваков, так я у нас и сейчас этих чуваков ваншотаю. Вот, это, опять же, показатель по табу. Я у нас ни разу не играл на Джаггернауте, то есть, ни разу я этого Джаггернаута здесь не получил. Уже у меня сколько, соответственно, очков. Ну, 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 это жесть. Если бы меня закинуло в какую-нибудь другую битву, допустим, ну, это был бы тот же самый контроль точек там и так далее и тому подобное, я вас уверяю практически со стопроцентной вероятностью, что там бы отлетали у нас абсолютно все и вся. Вот, никто бы ничего мне не сделал. Абсолютно. То есть, я мог бы приезжать в ваншоте всех. Единственное сейчас, кто может убить меня на вражеской базе, это как раз-таки вражеский Джаггернаут. И все, и все. Как раз-таки вот этот чувачок может мне что-то, какое-то, знаете, сопротивление сделать. Ну, потому что это, опять же, это Джаггернаут. Он как бы и должен убивать абсолютно любой танк. Но, но не в другом плане. Поэтому, ну, фиг его знает. Фиг его знает. С паладином, может быть, может быть, там что-то сделает. По ощущениям, вот, серьезно, такое чувство, что как-то оверка начала еще дольше у нас перезаряжаться. Хоть она и до этого у нее перезарядка была, знаете, уже прям долговатая. А вот сейчас такое ощущение, что она еще стала дольше. Фиг его знает. По поводу крита, ну, вроде бы, вроде бы. С критом у нас все нормально. Вроде бы защита пока от крита у нас имеется. Либо я у нас это как-то недопонял. Мы сейчас с вами обязательно после битвы еще прочитаем, раз это сообщение, вот, связанное с паладином, связанное с критом. Но как-то дискомфорт, конечно, такое ощущается. Но ощущается в большинстве случаев только лишь из-за того, что, вот, говорю, мне вот не хватает оверки. Как-то оверка, чтоб побыстрее. По поводу урона, да, нормально. По поводу этого всего, да, тоже нормально. Да фиг его знает. Я, короче, вообще не понимаю, что произошло с этим всем делом. Поэтому будем, ребят, сейчас с вами смотреть. Наверное, как тестировать какое-то я сейчас у нас умозаключение сделаю к концу этой битвы, этой катки. То есть мы с вами отыграем эту битву. Посмотрим, как вообще и кто мне сможет сделать. Посмотрим, сколько я у нас очков заработаю на этом сочетании. То есть в другие любые дни, когда я играл на этом сочетании, я здесь зарабатывал плюс-минус. Ну, не плюс-минус, а больше тысячи очков. Это 100%. Вот, а так у меня было 1200, 1300, 1400. То есть я зарабатывал вообще беспроблемно. Это отыгрывая фулл катку, фулл битву полностью. То есть сейчас, наверное, здесь у нас не получится это сделать. Ну, блин, смотрите, понизили они у нас устройство урон. Перезарядка. Что-то я не знаю. Я, может быть, не так чучитаю. Может быть, у меня какие-то там инопрещеленские представления об этом. Но фиг его знает. По-моему, ничего абсолютно не... Но серьезно, чувачок, серьезно. То есть я у нас таким вот образом задамажил вражского дикернаута, а ты у меня просто берешь его и крадешь. Так, ну, короче, 4 минуты у меня еще оставалось до конца битвы. В итоге за это время я у нас набрал 1000. Но за 4 минуты я бы набрал те же самые 1200, 1300. Беспроблемно. При этом я у нас не был ни разу на корпусе джиггернаут. По-моему, они что-то не то сделали. По-моему, как бы это у нас вообще не фиксится ни в каком виде. Так, подожди. Я еще раз, еще раз, соответственно, прочитаю. Прочитаю, прочитаю, прочитаю все, соответственно, плюшки, которые у нас были связаны с устройствами и с паладином. Чтобы еще раз понять эту всю систему и эту всю систему. Потому что перед роликом я у нас все прочитал. Но, видимо, видимо, не до конца. Так. Фриз, Тесла, перезарядка, молния, шаровая молния, сверхпроводящий разряд, бронебойный разряд. Урон шаровой молнии снижается с 50 до 75. Время перезарядки запуска шарфа увеличено вдвое. Но что-то это особо мне не помогло. Да, у меня же вот бронебойный разряд. Урон шаровой молнии снижается с 50 до 75. Ну, типа, не заметил. Так, а паладин у нас защита от критического урона во время действия вверхдрайва отключена. Как меня не могут убить, так меня и не убивают. Я фиг его знаю. Может, мне нужно против паладинов играть, но почему-то, когда я играю на паладине, меня никто не может убить. Это действительно, мне кажется, разработчики создали имбу, которая не фиксится вообще ни в каком виде. Вообще! Ну, это нужно тестировать, это нужно смотреть, но сейчас никаких изменений я у нас не увидел. А, и смайлик. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok